Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале English Waspaz. И сегодня мы поговорим о collocations. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему мы говорим сильный ветер – strong wind, а сильный дождь – heavy rain. Или глаголы make и do обозначают делать, но мы скажем make a mistake, но I'll do my best. А делать фотографии вообще будет take photos. Или еще пример. Мы говорим fast food, но quick meal. Почему так? Ну вот так в английском языке принято, вот так носители языка зачитают эти слова между собой. Эти устойчивые сочетания слов называются collocations. Collocations бывают разные. Иногда их значения очень легко понять по значению слов, которые в это collocation входят. Например, hometown, high temperature, regular client. Но есть такие коллокации, значения которых тяжело понять без контекста, иногда без словаря просто не разберешься. Ну, например, break the news. Throw a party, take for granted, do an impression. И самое важное, чтобы адекватно звучать на английском, эти устойчивые словосочетания надо знать. И особенно важно знать collocations и уметь ориентироваться в них, когда мы говорим о тестах. Потому что большинство вопросов части YouTube English именно на коллокациях и построено. И в этом видео мы разберем 10 collocations, характерных для уровня B2. 5 из них, которые часто можно встретить в экзамене FCE, и 5 для тестов EVE, ценовую магистратуру. Начнем с экзамена FCE. Начнем с выражений come as a surprise – стать неожиданностью, или, как вариант, come as a disappointment – стать разочарованием. Посмотрим на тестовые задания. Задание keyword transformation – когда мы трансформируем предложение с учетом ключевого слова. И задание теста FCE – open, close – когда мы должны вставить одно пропущенное слово. Следующее выражение. Run a company или run a business – руководить компанией или бизнесом. Как, например, в этом тестовом задании multiple choice – Далее. On account of – и его синоним due to – по причине, из-за. И давайте посмотрим, как эти выражения помогут нам правильно выполнить задание keyword transformation. Выражение even if – даже если, even though – даже хотя, и even so – тем не менее, несмотря на это. Например, в этом тестовом задании – open, close. Выражение rather than может переводиться скорее чем, или вот универсальный перевод – а не. Как, например, в этом задании FCE – multiple choice. И какие же коллокейшнс типичны для теста EWay? И первое выражение, кстати, типичное для всех тестов уровня B2 – это be concerned about – быть обеспокоенным чем-то, волноваться по поводу чего-то. Как в этом тестовом задании CHASC 5 – теста EWay – части Use of English. Дальше. Два выражения take place – происходить, и take part in – принимать участие в чем-то. И вот еще одно задание части Use of English. И мы видим, как здесь проигрывается коллокейшн take part in. Три выражения, и они все обозначают зарабатывать на жизнь. Вот последнее выражение do for a living может использоваться в немножко в другом контексте. Например, what do you do for a living? Как вы зарабатываете на жизнь? То есть, чем вы занимаетесь? И вот как использовалось выражение make a living в этом задании теста EWay. Выражение in many ways во многих отношениях, во многих аспектах по-разному. И вот пример из тестового задания, теста EWay. Еще одно выражение – at no extra charge или at no additional charge, без дополнительной оплаты. Как, например, в этом тестовом вопросе. Коллокейшн в английском языке много, в буквальном смысле сотни. Как же мы их все будем учить? Во-первых, мы можем заносить новые коллокейшн в Quizlet. Хороший способ учить коллокации с помощью mind maps – ментальных карт. Или мы можем учить коллокейшн с помощью коллокейшн triangles. Коллокейшн triangle – слов take, part, side. Take part – принимать участие. Take sides – становиться на чью-то сторону. Side part – боковой пробор, когда мы говорим о прическе. Следующий коллокейшн triangle. И это будет коллокейшн triangle – слов travel, green, light. Travel light – путешествовать налегке. Green travel – экотуризм, зеленый туризм. Green light – зеленый свет. И это выражение используется как в прямом, так и в переносном смысле. То есть зеленый свет может быть разрешением на что-то. Следующий коллокейшн triangle. Слова under, weather, conditions. Under the conditions – согласно условиям. Under the weather – это плохо себя чувствовать, приболеть. И выражение weather conditions – погодные условия. Следующий коллокейшн triangle. Коллокейшн triangle – слов still, night, life. Still of the night – это самое тихое, спокойное время ночью. То есть ночная тишь. Коллокейшн still life – обозначает натюрморт. И night life – ночная жизнь. Еще один коллокейшн triangle. И это будет коллокейшн triangle слов do good job. Если мы скажем do good, это будет означать приносить пользу, делать добро. Do the job. Получится сработать. И выражение good job используется как похвала. Отличная работа, молодец. Good job. А самый лучший способ запомнить как можно больше коллокейшн – это работать над своим языковым опытом. Читать, слушать аудиокниги, выполнять тесты. Надеюсь, что это видео было полезным. Если так, то делитесь со своими друзьями и не забывайте про лайк. На сегодня все. Goodbye. See you soon. Субтитры сделал DimaTorzok